Девушки отдыхают Но все-таки, что же такое Божий покой? Войти в Его покой. Что это? Божий покой — это окончание Его дела. Лишь недавно я осознал, что же означает Его покой и как мы входим в Него. Я хочу еще раз повторить, Божий покой — это оконченное дело. Это сотворение. Мы читаем об этом послании к евреям, читаем в книге Бытие, 2 глава, с 1 стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал». Он совершил дела и почил день седьмой от всех дел Своих, которые делал. Божий покой — это Его законченное дело. Мы с вами можем работать, 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 пытаясь создать что совершенное, но сами мы не сможем это сделать. Бог же сделал совершенное. Смотря на сотворенный мир, Он сказал, «Хорошо весьма». Поэтому вместо того, чтобы уповать на Свой труд, который никогда не совершенен, никогда не полон, мы входим в покой, обретаем мир, смотря на законченное Божье дело. Входим в Его покой. Входим в то, что совершено, в то, что закончено. И далее, в послании к евреям мы читаем не только о сотворении, мы читаем о спасении. Войти в покой Его, войти в законченное дело спасения. Именно это подчеркивается в послании к евреям. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». И далее мы читаем. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Земные первосвященники никогда не восседали одесную престола величия на небесах, потому что не могли принести совершенную жертву. Но жертва Иисуса была совершенной. И когда Он принес эту совершенную и чистую жертву, Он сказал «Свершилось! Это сделано! Это сделано в полноте и уже не требует повторений. Жертва принесена, Он умер за грехи мира. И когда я вхожу в Его покой спасения, это законченное дело. Это означает, что я могу прекратить собственные усилия, чтобы спасти самого себя, или даже осветить самого себя без Него. И мы начинаем выглядеть успокоенными людьми, устремленными к небесам, потому что мы вошли в Его законченное дело, и тем самым вошли в Его покой, истинный глубокий покой». И в восьмой главе Послания к Евреям мы читаем текст, который уже прочитали с вами. Я повторю. «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». В десятой главе та же самая мысль. Мы читаем о первосвященнике. «Он же, имеется в виду Иисус Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». И далее в Послании к Евреям. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо продержавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Поэтому покой Бога после сотворения — это Его мир, который Он сотворил, совершенное творение, не похожее на то, что мы делаем. И мы приглашены войти в Его покой, в Его дело. Завершенное дело. И точно так же спасение. Люди трудятся над тем, чтобы спасти себя, заработать свое спасение, но никогда не завершают это дело. Все их труды напрасны. Но когда вы входите в Божий покой, спасение через Иисуса Христа, который завершил эту работу, сделал все необходимое для нашего спасения, и затем мы входим в Его покой, который вечен. Вы понимаете, что когда мы каждую неделю практикуем субботний покой, это, быть может, в субботу или в другой день недели, мы останавливаемся, и этот покой глубинный, так как мы осознаем, что все уже совершено полностью, совершено Иисусом Христом, первосвященником, Бога Сына, Бога Отца, Бога Духа Святого. Таким образом, суббота — это окно в будущее, указание на время, когда Бог все приведет в порядок. Она свидетельствует о том, что жизнь — это не просто неумолимое течение времени или мышиная возня, но в ней есть цель и смысл. Какая часть нас нуждается в отдыхе? Очевидно, наше тело, потому что мы работаем физически. Даже если мы работаем в офисе, за столом, все равно наше тело устает. Наш разум устает день за днем. Наша душа, это трудно объяснить, но наша душа также может уставать. И, несомненно, наш дух, человеческий дух, изнемогает и нуждается в отдыхе. Отдых приносит исцеление, как я уже говорил. Вера, возможно, наша вера нуждается в обновлении. Вспоминается название старого христианского гимна. Моя вера нашла место покоя. Место покоя в завершенном деле Бога и Господа Иисуса Христа. Христиане во всем мире совершают вечерю Господню, причастие, собираясь вместе, и это также есть отражение небес. И взяв чашу, и благодарив, сказал, «Примите ее, разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не приидет Царствие Божие». И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу, после вечера, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Воспоминание о вечном, напоминание о времени, когда мы встретимся с Ним. Я призываю вас войти в Божий покой. И это признание того, что то, что Бог совершил, совершено полностью, совершено для меня, и мне ничего не нужно к этому прибавлять. И я не должен ничего убавлять. Итак, войдите в Его покой. Примите Иисуса Христа как Спасителя, если вы этого еще не сделали. А те, кто уже это сделал, остановитесь, перестаньте жить в беспокойстве, как будто вы не спасены. Встаньте и совершайте те дела, которым Бог вас призвал. Есть покой для детей Божьих, и я надеюсь, вы найдете его и возрадуетесь. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tv-семинари.